КОНСТАНТИН ВИКТОРОВ Капитан Сибирька с первых игр чемпионата взялся за то, чтобы догнать рекордсмена. В домашнем матче 11-го тура с питерским политехом забил свой 494-й мяч, сравнявшись с Константином Елененко. Чтобы стать лучшим в истории, Иванову оставалось сделать один шаг, который оказался для форварда весьма непростым. Побевает рекорд, да, для меня это было в первую. И, конечно, какая-то ответственность, и психологическая зависть, и нагрузка, все это, конечно, давлило надо мной. Поэтому такая голевая засыпка, конечно, она мне немножко мешала. И, конечно, надо было, конечно, это все перебороть и все-таки забить его в голову. Прервать голевое молчание Сергей Иванов смог 10-го января. Сибиряк принимал на своей площадке московский «Спартак». После первого тайма уступал со счетом 0-2, но во второй половине смог перевернуть под встречи. Иванов в той игре сначала сократил отставание своей команды и сделал счет 1-2. А на последней минуте поединка его удар принес Сибиряку победу. 495-й и 496-й голы Иванова в чемпионатах страны оказались для его команды крайне важными. На мой взгляд, такие голы, скажем так, которые входят в историю, должны быть какими-то определяющими, да, значимыми. И если бы я забил в первой игре, там, при счете, там, 6-1 или 6-2, наверное, было бы не так эффектно, как я забил во втором матче. И там, первый и четвертый был незначимый, очень весомый и нужный для команды. Свой первый мяч на взрослом уровне Сергей Иванов забил 18 лет назад за питерский клуб «ПСИ». Нападающий в одной игре оформил дубль, после чего перебрался в другой клуб из Санкт-Петербурга «Зенит». Ну, и даже, я не помню, с кем играли, это уже очень давно было. Но я, вроде, забил там два гола, вот, и мы даже выиграли 2-1, вроде, если я не ошибаюсь, или 3-2, что-то такое. Среди голов Иванова немало тех, которые становились решающими для его команды. Но сам Сергей отмечает, что каждый из голов дорог по-своему. Достаточно таких напоминающихся моментов в жизни, тем более голы, там, и они везде, там, и в сборной, там, и в клубе, и в кубке УИФА, и в кубке страны, и в чемпионате, там, достаточно. Там, против Испартака того же, там, против Дины, против Игорьского, против Визы тоже. Все они есть. Немало мячей, забитых Ивановым, могли возглавить список самых красивых голов чемпионата, если бы такой составлялся. У капитана Сибиряка свой взгляд на голы, которые можно назвать футбольными шедеврами. Я считаю, что это красиво, когда человек обыграл, там, двоих, троих, да, и выкатил человек на пустые, и тут забил пустые ворота голы. Вот это красиво. Или когда ты сам это сделал, обыграл двоих, троих человек, повторяя, и забил ворота мяч, вот это красиво, да. Какие-то комбинации красивые, там, при этом завершении, где тоже попадание, еще есть, там, красиво, ты собываешь. Вот это для меня красота. У меня есть, ну, конечно, помолвусь, учитывая, что у меня было, я был скоростный, достаточно техничный, у меня были очень много красивых голов, где я выиграл. На вопрос о том, как удалось стать рекордсменом, Сергей Иванов отвечает, не задумываясь. Таким подходом, пожалуй, по-другому быть не могло. Такие люди, как я, ставят всегда перед собой задачи. Я не могу просто выйти на поле и просто играть ради чего-то. Если я ухожу на поле, значит, я ухожу их убедить. Если я ухожу их убедить, значит, надо забить. Если я ухожу забить, значит, мы должны выиграть. Поэтому, если я хочу забить, я не хочу забить один мяч, я хочу забить два мяча. Если я хочу забить два мяча, я хочу забить три мяча. И вот так удачно, я говорю, в любом случае, я не могу говорить, но я ставлю перед собой задачу всегда, потому что без мотивации, без каких-то целей, без прочего, когда сложно поставить задачу, стать ломбардером страны, стать лучшим игроком страны, стать лучшим нападающим, без разницы, лучшим игроком этого матча, следующего матча, всех матчей, как угодно. Но надо без задач, без задач ничего нельзя, без мотивации ничего не будет. Впереди у Иванова борьба с Сибиряком за медали в Суперлиге, а также очередной рекорд, который форвард попробует побить в этом сезоне. Я знал, что, оказывается, Константин Викторович, помимо вот этих чемпионатов, то, что ему записали 495, у него есть еще мячи, забитые там, это чемпионаты СССР, чемпионаты СНЖ, я не знаю, как они считают, не считают. Но, как бы там ни было, в итоге у меня на сегодняшний день прибавилось еще 29 мячей. Поэтому на сегодняшний день у меня пока остается одна, чтобы, ну, наверное, побить и этот рекорд, да, чтобы там, наверное, чтобы не было совсем таких разговоров. Нужно, наверное, рекорд побить и все. Но, опять-таки, ни в коем случае не ставится, как первостеперная задача, все это идет, чтобы не шло это вразрез с командой, с первой командой, с игрой командой. Вместе с Сибиряком Иванов выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионата страны. Не хватает в этом списке одного комплекта, самой высшей пробы. До хитрика остался один, но очень сложный шаг. Я бы хотел, через вот этот интервью поблагодарить и сказать всем огромное спасибо, кто мне помогал, кто переживал за меня, особенно, естественно, родных и близких. И просто друзей, которые переживали за меня, всем поблагодарить и желать всем и большим здоровьем.